здравствуйте в эфире программа о чем говорят не только по всей стране по всему миру десятки тысяч людей сейчас улаживают свои дела чтобы выпасть из повседневной рутины рабочих будней приехать самарскую область на мустрюковские озера на легендарный грушинский фестиваль тем более что он снова стал единым событие грандиозное осталось каких-то три недели мы решили в рамках программы о чем говорят сделать своеобразный цикл передач посвященных этому замечательному фестивалю навстречу грушинскому мои гости сегодня ирина зверева вице-президент самарского областного клуба авторской песни имени валерия грушина и анатолий макаров насколько я понимаю вы занимаетесь концертными программами на фестивале правильно да я член грушинского клуба и координатор концертных программ хорошо но тогда еще раз вам здравствуйте итак вот свершилось то о чем мечтали не верили в общем-то в последние годы или некоторые уже и мечтать и верить перестали ситуация так сложилась что с 2007 года грушинский фестиваль который организовывал и проводил клуб имени грушина не найдя взаимопонимания с арендаторами земли был когда перешел совершенно другую площадку федоровский луга прошлом году наш фестиваль посетил владимир мединский министр культуры российской федерации ему понравилась самобытность организации фестиваля то что это такое народное движение то что это такой народный фестиваль он кстати посещит посетил и грушинский фестиваль фестиваль платформа вот и мы договорились о том что мы готовы участвовать в заявках на федеральное финансирование затем потом уже на самарской земле совместно с губернатором нам было предложено все-таки подумать и поговорить о возможности проведения единого фестиваля в одном месте и вернуться на мастериковские озера мы с клубом грушина эту идею поддержали нам очень понравилась позиция губернатора о том что есть возможность объединить зрителей перестанут друзья ездить на разные места смогут приехать стать а не потому что и получалось вот ей богу я как человек который с середины восьмидесятых практически много лет подряд не вылазил из палаток на грушинском я четко знаю что когда 2006 вот это разделение произошло 2007 да я помню что начали собираться в очередной раз а куда ехать туда или туда вы знаете к чему привело это не поехали просто не поехали даже некоторые семьи разделились кто-то ездил на стряковские озера кто-то на федоровские луга была такая ситуация вот и мы эту инициативу губернатора поддержали сейчас ведется большая такая кропотливая работа потому что организационно-управленческий можно принять решение кстати создана рабочая группа которая возглавляет вице-губернатор овчинников я вообще считаю что в сегодняшней ситуации это все будет герой нашего времени потому что объединить коня и трепетную лань особенно после такого количества конфликтов которых было хорошо вот давайте небольшой сюжет посмотрим единственное просто добавлю что сопредседателями фестиваля стали губернатор самарской области николай меркушкин и министр культуры российской федерации владимир видинский а сейчас я думаю режиссер нам помогут мы посмотрим небольшой сюжет появилась автономная некоммерческая организация единый грушинский фестиваль ее президентом стал борис кельман учредители партнерства минкульт страны правительства самарской области клуб авторской песни имени валерия грушина и представители других заинтересованных сторон худсовет на правах сопредседателей возглавили поэт и бард александр городницкий и народный артист россии олег митяев напомню раскол в груши произошел несколько лет назад дело доходило до суда одна сторона владела площадкой другая товарным знаком и правами каждый тянул одеяло на себя сделать грушу снова единая значит вывести фестиваль на новый уровень в том числе в организационном плане инициатива николай меркушкина стороны которые ни в какую не желали мириться неоднократно приглашали в правительство по этому же поводу в регион приезжал министр культуры страны владимир мединский причем ранее правда в частном порядке он был на юбилейные груши теперь когда груша снова едино удалось привлечь на организацию фестиваля помимо областных и федеральные средства по предварительной информации общая сумма 30 миллионов рублей изгиб гитары желтый ты обнимешь нежно струна осколком эхо прорзит тугую выть замечательно вообще насколько я понимаю впервые государство на таком уровне поддерживает вот фестиваль 1994 году был приказ министра культуры российской федерации когда грушевском фестивале уже был присвоен статус российского фестиваля авторской песни валерий грушина сейчас мы прекрасно понимаем что он стал давно международным а сейчас когда вчера был подписан приказ 20 лет назад на это также обратили серьезное пристальное внимание вот вчера был подписан указ президента о создании совета по развитию русского языка я может там не совсем точно говорю и наш фестиваль я считаю одно из мероприятий которые на сегодняшний день активно поддерживает именно российский язык российскую культуру и так далее и хорошо что давно мы вышли за пределы всероссийского он уже давно международный международный в прошлом году кстати лауреатами стали ребята с украины с израиля из америки и они пели все песни на русском языке хотя некоторые из них не являются носителями русского языка а вот у нас анатолий молчит пока сидит вот что нас ожидает на фестивале что сейчас делается к чему мы готовимся и что готовят для зрителей да значит я могу ответить только на половину вопрос если бы здесь сидел борис арфаилов кельман он сказал ребята из нас ждет прекрасный фестиваль куда съедутся огромное количество известнейших и очень уважаемых людей тогда и я вот полностью могу эти слова повторить давайте за себя то вот но тем не менее подготовка себя ведется очень сложно время то есть фестиваль никогда не готовился за такое время значит когда за три недели известен список но не утвержден приглашенных людей то я не могу сказать точно кто будет кто-нибудь я лучше на эту тему молчу вы знаете каково позвали да но не знаете будут они или нет бог более того списки которые существуют они но есть разные и конечный вариант вот ну не в чем раз в чем причина потому что вот вот эти вот две половинки причины 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 банальные первое это финансирование когда подают скажем заявку на 160 визитеров там почетных гостей которые требуют билетов недешевых проживания питания и так далее там значит это одна история значит когда подают на 80 человека другой но и так далее вот сейчас я с последней информации которая была доведена на президиум и клубы 80 человек примерно вот такой список не буду утверждать телезрители это интересует какие-то громкие имена артистов и знакомых исполнителей тогда но я я понимаю я прекрасно понимаю насколько это интересно но я думаю что первое примерно характер фестиваля из года в год известен плюс-минус приедут с давние друзья приедут одни или другие это некая интрига фестиваль другая там а вот и васи да и вдруг раз они приехали и это был праздник для людей которые ну не видели этого дуэта соединенному и вдруг на тебя васильев нашел время возможности и вновь с иваченко они соединились да преодолев там какие-то свои трудности хорошо вот смотрите на протяжении последних вот 90 там с 2007 года да вот лет практически две площадки да федоровские луга и мустрюковские озера два фестиваля у каждого свои какие-то такие мулечки да свои особенности теперь это все объединить вот когда это объединиться будет при единый грушинский у нас не потеряется что то из того что было приобретено после разделения вот здесь наверное я отвечу на самом деле вот фестиваль это всегда как такой самый развивающийся организм вот как человеческий чем всегда был интересен грушинский фестиваль любой человек с любой инициативы мог прийти в клуб грушина искать ребята я хочу я хочу я могу самое время в прошлом году привезли интерактивную карту 500 квадратных метров площадь ее 500 кого карта россии и там были организованы игры с детьми изучение пространства российской федерации так далее или например в прошлом году приехал театр на таганке это был подарок для всех участников фестиваля мы посчитали ориентировочно 8000 лет посмотрели спектакль на стихи евгений евтушенко нет лет это был большой подарок участникам фестиваля честно говоря мы два месяца решали это формат нашего фестиваля нужно ли это но учитывая что у нас целая конкурсная программа в поэзии и нам важно было что это спектакль на стихи известного российского поэта евгения евтушенко мы согласились с этой идеей и не прогадали поэтому вот если кто-то из организаторов там допустим чиновников считает что завтра издали распоряжение и все пошло гладко в творческой среде это очень болезненная ситуация как например ну вот моя конечно позиция что творческую часть это когда должна делать общественная организация которая знает все эти нюансы который 46 лет выстраивала эту историю понимать взаимоотношения это ночью выскрывается у нас есть автореспондент который например если приедет один не приедет другой их там какой-то свой свой конфликт или еще что-то вот сейчас конечно фестиваль как и приобретет что-то так и что-то потеряет время покажет да не будем загадывать это происходит каждый год это никакой мне подсказывать практически все наше время стекло вот коротко блицем вот что каждый из вас ожидает от вот этого нового или наоборот возвращенного грушинского фестиваля у тебя важнее слова да наверное я я может я начну а ира подведет какой-то итог лично для меня как для человека который занимается достаточно узким аспектом на фестивале узкой задачи важно что чтобы вот этот фестиваль сплотил ту команду которая бы смогла на следующий год и там еще в течение ряда лет продолжить единый фестиваль четко выполнять значит функцию по организации вот этих вот фестивальных площадок с какой-то очень понятной простой и работающей концепцией почему одни люди туда попадают а почему рамштайн туда например не попадает вот это это очень важно и нужно ли рамштайн на грушинском фестивале да то есть они на самом деле я думаю что это новый этап в развитии клуба грушина и именно клуба грушина как носитель авторского права как носителя торгового знака этого фестиваля потому что когда black club предложили новые подходы новые концептуальные решения клуб вынужден видоизменяться как и сам фестиваль жизнь у нас да жизнь меняется это принесет клубу много позитивного и фестивалю достаточно много позитивного потому что вы знаете жизнь, она все расстает на свои места. Что нужно, приживется. Что не нужно, умрет. Отсеется. Спасибо. Итак, навстречу Грушинскому. Спасибо вам большое. Напоминаю, была программа «О чем говорят» смотреть нас на канале «Губерния». Спасибо вам еще раз. Спасибо вам.